Кладоискатель И узнать реальную стоимость антиквариата Чтобы в будущем выгоднее купить или продать собственный предмет старины Итак, усаживайтесь поудобнее, мы начинаем Десятка самых дорогих и интересных лотов, проданных за неделю на аукционе Виолити Открывает сегодняшнюю десятку грузовик Запорожец-тягач-лесовоз Игрушка СССР Машинка эта изготовлена в середине прошлого века И состояние ее, конечно, не люкс Левая дверь отсутствует полностью На правой отломана ручка Крепление прицепа самодельное Кронштейн для веревки согнут Царапины, ржавчина и прочие автомобильные неисправности Никогда не понимал особого ажиотажа на подобные предметы Ведь при всех перечисленных недостатках лота Цена на него переплюнула, например, нечастые две копейки 25-го года, проданные за 12 тысяч Кладик чешуи из более 500 монет, проданный за 17 Золотой византийский солид, ушедший за 24 И даже золотую 20-граммовую лунницу Реализованную за 38 тысяч Игрушечный грузовик Запорожец-тягач-лесовоз Был выставлен на торги с одной гривны Лот получил 140 ставок и окончательная стоимость составила 40 500 гривен 1540 долларов или ровно 90 тысяч рублей На девятом месте сегодня расположился зооморфный скифский окинак Меч этот датируется примерно пятым веком до нашей эры Найден он нашим с вами комрадом-кладоискателем Который выбрал единственно верное решение Отказавшись от самостоятельной чистки Передав артефакт профессиональному мастеру-реставратору Посмотрите только во что превратилась эта находка Субтитры создавал DimaTorzok 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 Окинак имеет приличный размер 52 см Навершие меча для придания большей прочности пересекает перемычка В верхнюю часть которой упираются длинные слегка изогнутые клювы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это киевский, новгородский, литовский, волжский и черниговский тип Именно такая гривна черниговского типа весом 196 граммов была представлена на прошлой неделе на аукционе Violity Сам по себе нечастый артефакт был к тому же украшен разнообразными граффити Придавшими ему еще большую редкость Эту гривну можно датировать 10-11 веками Подобные были обнаружены в кладе на острове Готланд в Швеции Края ее, возможно, сплющены скандинавами Проверявшими таким образом серебро на гибкость Граффити оставлены ими же Гривна черниговского типа с граффити Была выставлена на торги с одной гривны Лот получил рекордные на этой неделе 309 ставок И окончательная стоимость составила 51 тысячу 50 гривен 1941 доллар или 113 тысяч 444 рубля Седьмую строчку нашего рейтинга сегодня занял статор города Лампсак Ныне город Лапсеки в Турции известен с незапамятных времен Он был основан пакейцами в Мизии И первые упоминания о нем датируются 6-м столетием до нашей эры Лампсак в древности был одним из самых богатых городов того региона Об этом свидетельствуют золотые монеты Чеканившиеся в городе еще 2,5 тысячелетия назад Монета, представленная на аукционе, статор Она от Чеканина из электро, низкопробного сплава золота На аверсе монеты изображен скачущий пегас на фоне виноградной лозы На реверсе 4 оттиска квадратного пункциона Размещенные в виде четырехугольника От Чеканин статор в Лампсаке в 5 веке до нашей эры Диаметр монеты 20 мм, вес 15,23 грамма Статор города Лампсак был выставлен на торги со стартовой цены в 1 гривну Лот получил 83 ставки и окончательная стоимость составила 55 855 гривен 2123 доллара или 124 122 рубля На шестом месте сегодня расположился комплекс полугрошей Комплекс этот состоит из 568 серебряных средневековых монет 121 из которых относится к правлению Александра Ягелончика Великого князя Литовского и короля Польского Правившего на рубеже 15-16 веков 163 полугроша К Сигизмунду I Старому Правившему с 1506 по 1548 года И 284 монеты к Сигизмунду II Августу Правившему с 48 по 72 года 16 века Монеты находятся в неплохом состоянии А в подарок купившему предоставляются остатки горшка В котором они были найдены Комплекс полугрошей из 568 монет Был выставлен на торги со старта в 1 гривну Лот получил 75 ставок И окончательная стоимость составила 59 950 гривен 2280 долларов Или 133 222 рубля Пятую строчку на этой неделе Заняли 25 злотых 1818 года В 1815 году было образовано царство польское Территория в Центральной Европе Находившаяся в составе Российской империи С 15-го года 19-го по 15-й год 20-го века Королем стал Александр I Началась чеканка монет Которые сейчас именуются Александр для Польши Деньги для нового образования Чеканились в Варшаве Это были медные 1,3 гроша Белонные 5,10 гроши Серебряные 1,2,5,10 злотых И золотые 50 и 25 злотых Именно такие 25 злотых 1818 года чеканки Были представлены на прошлой неделе На аукционе Виолити Монета эта от чеканина из золота 917 пробы Вес ее 4,9 грамма Тираж 54627 экземпляров На аверсе монеты изображен профиль императора Вокруг которого помещена надпись Александр I император Самодержец Всероссийский Король Польский На реверсе двуглавый орел На груди которого герб Польского королевства Эта монета по каталогу Биткина Имеет примечание R То есть монета эта редкая и раритетная 25 злотых 1818 года Были выставлены на торги с 18 гривен Лот получил 224 ставки И окончательная стоимость составила 66 036 гривен 2511 долларов Или 146 747 рублей Четвертую позицию нашего рейтинга На этой неделе Занял лот под названием Деньга 1730 года Малый орел Всего в 1730 году Было изготовлено Столько разнообразных Аверсов и реверсов Деньги Что черт ногу сломает Орлы Хвосты Перья Крылья Черты В общем Более 50 разновидностей Эта же разновидность Деньги Считается не просто Редкой Она редчайшая Пока документально известно Всего 5 предшественников Этого раритета Деньга Представленная на аукционе Является шестым известным экземпляром И по состоянию Одно из лучших Деньга 1730 года С малым орлом На Аверсе Была выставлена на торги Со стартовой цены В 10 гривен Лот получил 293 ставки И окончательная стоимость Составила 70 040 гривен 2663 доллара Или 155 644 рубля Открывает тройку призеров Этой недели Ауреус Гордиана Третьего Марк Антоний Гордиан Римский правитель С 238 по 244 годы К власти он пришел После недолгосрочного Правления и убийства Двух соправителей Бальбина и Пупиена На тот момент Гордиану было всего 13 лет Поначалу правление Гордиана Было под присмотром Сената Но постепенно Юный император Стал сам Полноценно руководить Государством Римская империя В те времена Была подвержена Мятежам Как на западе В европейской ее части Так и на востоке В Азии В одном из походов По подавлению Мятежа персидского царя Шапура I Гордиан Третий И был убит По данным персов Он погиб Во время сражения Ну а римские источники Гласят Что 19-летний Гордиан Был убит Своими же солдатами Которые привели К власти Более опытного И мужественного Филиппа Араба Того самого Серебряный Антонинеан Которого Я нашел Под утро В моем прошлом кино Копнул Лопатой И я богатый Ссылочка на него В правом верхнем углу Монета Та Конечно Красивая Но вовсе не чета Ауреусу Гордиана Представленному На прошлой неделе На аукционе Виолити Ауреус этот Отчеканен В Риме В 238 году Изготовлен он Из золота Вес монеты 4,81 грамма Состояние Впечатляющее Ауреус Гордиана Третьего Был выставлен На торги С одной гривны Лот Получил 56 ставок И окончательная Стоимость Составила 77 700 гривен 2954 доллара Или 172 667 рублей Почетное Второе место На этой неделе Заняла икона Казанская Пресвятая Богородица Эта икона Почетаемая Чудотворная Икона Богородицы Одна из самых Чтимых икон Русской Православной Церкви Согласно Легендам После пожара В Казани В 1579 году Десятилетней Матроне Во сне Явилась Богородица Велевшая Откопать Ее икону На пепелище В указанном месте На глубине Около метра Была найдена Икона И поныне 8 июля День появления Казанской Иконы Ежегодный Церковный Праздник В Русской Церкви Икона Представленная На аукционе Имеет Размер 23 на 27 сантиметров Преставрации Она не Подвергалась Серебро Позолото И эмали Находится В хорошем Состоянии Икона Казанской Пресвятой Богородицы Была Выставлена На торги Со стартовой Цены 2 гривны Лот Получил 104 ставки И окончательная Стоимость Составила 83 тысячи 2 гривны 3 тысячи 156 долларов Или 184 тысячи 449 рублей Ну а первое место В нашем рейтинге Самых дорогих Интересных Лотов Проданных За неделю На аукционе Леолити Занял Ауреус Нерона Нерон Владкий Август Германий При рождении Луци Даницы Агенопар Римский Император Правивший С 54 По 68 Года Н.э. Он Как и многие Римские Продители Того времени Пришел В власти Благодаря Дворцовым Интригам А уже В процессе Своего Царствования Нерон Он и сам Решительно Подчищал Близкое Окружение В это Трудно Поверить Но по приказу Нерона Была убита Его мать Агрепина Причем Сначала Ее Трижды Пытались Отравить Потом Обрушить Потолок Ее Спальни Потом Потопить Вместе С кораблем И в конце Концов Открыто Убили В последние Годы Правления Нерон Не особо Занимался Государством Всецело Посвятив Себя Творчеству Благодаря Придворным Подхалимам Нерон Так уверовал В свой Талант Что стал Постоянно Выступать Публично И даже Когда Нерон Вследствие Очередного Римского Мятежа Принял Смерть Последними Его словами Были Какой Великий Артист Погибает Ауреус Представленный На аукционе Довольно Редок Вес Его Так же В порядке 7,35 Грамма Высокопробного Золота Монета Находится В прекрасном Состоянии Ауреус Нерона Был Выставлен На торги С одной Гривны Лот Получил 156 Ставок И Окончательная Стоимость Составила 117 460 Гривен 4 466 Долларов Или 261 1022 Рубля Ну что ж Друзья Спасибо за просмотр Надеюсь Этот обзор Вдохновил вас На поиски Своих Не менее Дорогих И интересных Артефактов Если вам Понравилось Это видео И вы желаете Помочь В развитии Канала Сделайте Репост Его на свою Страничку В любую Из соцсетей Чтобы и ваши Друзья Смогли оценить Данный обзор Буду Очень Благодарен Также Вступайте В мои Группы В фейсбуке И вконтакте И не забудьте Подписаться На канал Впереди Еще Много Интересного На этом Все С вами Был ваш Друг И соратник Кладоискатель Анархотурист До новых Встреч И все Будет Хорошо Продвигательных Казах Там От них Никакого Толку